всем привет друзья вы на канале gadget page и сегодня у меня на обзоре долгожданные и уже интересующие многих новые беспроводные наушники от сяоми которые в сети называют air dots и bluetooth headset air или air pro но настоящим и правильным названием все-таки является me true wireless earphones это название обозначено на коробке и также его вы видите в списке bluetooth устройств когда захотите подключиться к наушникам и так новинка поставляется в небольшой фирменной коробке с изображением устройства на лицевой стороне на боковых гранях есть несколько значков с ключевыми особенностями устройства на задней стороне коробки по стандартам есть перечень спецификаций и характеристик устройства вся информация здесь на китайском языке внутри коробки в специальной картонной нише зафиксирована пара наушников и ниже находится и зарядный кейс также здесь если открыть нижнюю крышку можно найти весь комплект поставки в него входит раскладывающийся буклет с руководством пользователя на нескольких языках включая английский здесь и вся нужная информация с картинками о том как подключать гарнитуру и управлять ею для зарядки кейса в комплект поставки входит небольшой фирменный usb type-c провод и также с устройством в комплекте по стандарту идет набор из дополнительных амбушюр здесь есть еще три пары насадок разного размера зарядные кейсы сами наушники выполнены из белого пластика в линейке также присутствует еще черная версия устройства форм-фактор этой гарнитуры уже очень сильно напоминает airpods от apple но только наушники от сяоми как и прошлая модель air дотсов являются гарнитуры внутриканального типа в уши вставляются без каких-либо ухищрений и фиксируется там по принципу большинства наушников затычек тыльная сторона наушников имеет слегка ребристую плоскую поверхность и является тач панелью для управления гарнитурой спереди возле насадки есть инфракрасный датчик который определяет присутствие гарнитуре в ухе при снятии одного из наушников или двух музыка автоматически будет ставиться на паузу с одной из боковых сторон присутствует отверстие микрофона шумоподавления а сверху поначалу невидимый под слоем пластика белый диодный индикатор на нижнем торце присутствует пара контактов для зарядки наушников от кейса и между ними отверстие основного микрофона с одной из сторон снизу также есть обозначение левого и правого наушника но напечатано это настолько мелко и бледно что поначалу этих обозначений вовсе не нашел видимо подразумевается что вы должны привыкнуть определять сторону наушника исходя из того с какой стороны кейса вы его достали и также из-за формы наушника будет неудобно если вы вставите его в неправильное ухо хотя забыться и перепутать как мне кажется все таки можно поэтому более крупный и читаемый значок с обозначением стороны тут бы не помешал вес каждого из наушников составляет 5 8 грамм по габаритам они очень близко к airpods но все же имеет чуть больший размер который сразу же заметен на глаз при сравнении зарядный кейс имеет компактные габариты которые по высоте и толщине также совсем немного превышает размеры кейса от все тех же airpods чехол вместе с наушниками имеет вес 58 грамм у него плотно закрывающаяся магнитная крышка сверху и внутри присутствует зарядные ниши куда наушники нужно вставлять вертикально на одной из боковых грани есть кнопка по нажатию на которую загорится диодный индикатор с передней части его мигание будет означать что батарея низкий уровень заряда на нижней грани присутствует type-c разъем для зарядки кейса в зарядном чехле стоит аккумулятор емкостью 410 миллиампер час который полностью заряжается за чуть больше чем один час заряженный чехол дает возможность слушать музыку на громкости 80 процентов в общей сложности в течение 10 часов с перерывами на подзарядку наушников одного заряда наушников хватает на три часа прослушивания музыки то есть чехол может полностью зарядить наушники чуть больше трех раз на заряженных наушниках при открытии кейса будет гореть статусный индикатор если наушники нуждаются в подзарядке этот индикатор будет мигать гарнитура легко подключается к любому современному смартфону стандартным образом по bluetooth при открытии крышки кейса вы сможете увидеть наушники списке доступных для подключения bluetooth устройств они беспроблемно быстро подключаются и корректно работают тапы по тач панелям позволяет управлять музыкой и вызывать голосового помощника на смартфоне двойной тап по одному из наушников во время звонка принимает входящий вызов повторное двойное нажатие во время разговора сбрасывает вызов двойной тап по левому наушнику вызывает голосового помощника двойной тап по правому наушнику останавливает или продолжает воспроизведение музыки в плеере перелистывание треков и управление громкостью с помощью тач панели не предусмотрено а когда у вас вставлен только один из наушников двойной тап работает только как команда воспроизведения или остановки музыки когда наушники вставлены в оба уха трех секунд Нажатие на любой из наушников включает режим активного шумоподавления. Он работает как с включённой музыкой, так и без неё. Но автоматически отключается при входящих вызовах или когда вы используете только один наушник. Разница, когда он включён, заметна, но незначительна. Хотя в сравнении, когда включаешь и выключаешь режим, окружающие шумы действительно становятся чуть тише. Но полной звукоизоляции и какого-то волшебства от этой технологии не ждите, она здесь скорее как приятный бонус, подтверждающий технологичность новинки. За звук внутри отвечают высококачественные 7-миллиметровые драйверы. Сопротивление наушников составляет 16 Ом. Каких-то данных о диапазоне воспроизводимых частот, как и других звуковых характеристик, производитель не предоставил. Их нет ни в инструкции, ни на коробке в перечне спецификаций, что как по мне странно, но вполне в стиле Xiaomi. По звучанию мне всё понравилось, и поскольку это внутриканальные наушники в отличие от AirPods, звучат они просто по-другому и не очень подходят для сравнения. Здесь, как по мне, благодаря большей изоляции от окружающих шумов и также функции активного шумоподавления, прослушивание музыки оказывается чуть более приятным, но о качестве звука лучше судить при самостоятельном сравнении, так как эта характеристика довольно вкусовая и субъективная. По личным ощущениям мне показалось, что всех частот в меру и каких-то конкретных претензий к звуку я выделить не могу. На максимальном уровне громкости прослушивание довольно комфортное, и какого-то хрипа или дребезжания, конечно же, нет. Уровни частот прекрасно сбалансированы, и в целом впечатления о качестве звука в этих наушниках только положительные. Многих также волнует задержка звука при просмотре видео. Я проверял это на видеороликах в приложении ютуба, и как выяснилось, что задержка есть, и составляет примерно 0.3 или 0.4 секунды. Это вполне сносно, и такой показатель не доставляет особого дискомфорта при просмотре видео. И если часто меня вообще удивляет такой сильный интерес к этому параметру, учитывая, что пол ютуба забита роликами за кадровым голосом и отдельным видеорядом. Также можете оценить качество работы микрофона в новинке. То, что вы сейчас слышите, я записал на диктофон со вставленными наушниками в оба уха. При телефонном разговоре отличная слышимость собеседника, и также жалоб, что меня было плохо слышно при звонках, используя эти наушники, не возникало. Комфорт и удобство со вставленной в уши гарнитурой тоже дело довольно субъективное, так как уши у всех разные. Но, как мне показалось, наушники имеют вполне классическую и оптимальную форму, которая используется во многих других наушниках внутриканального типа. Они отлично держатся и не вылетают при поворотах головы или тряски. Я считаю, что в этот раз Xiaomi постарались на славу и выкатили очень достойного конкурента AirPods'ам за вполне гуманную цену. Как и с предыдущей моделью, в этот раз с предзаказом случилась похожая ситуация, и возможность купить наушники пропала буквально через несколько секунд после старта продаж. Все нужные ссылки с ценами и информацией об устройстве вы найдёте в описании к видеоролику. Свои вопросы или мнения о наушниках можете оставлять в комментариях. А на нашем сайте gadgetpage.ru вас всегда ждут свежие и сочные новости из мира технологий, а также подробные обзоры, разборы и распаковки новых устройств с фотографиями процесса. Не забывайте подписываться на наш канал, нажимать колокольчик и ставить лайк, если обзор вам нравится. Всем спасибо за просмотр, всем пока!